Площадь Победы на часах 11.00. В главный для всей страны праздник здесь сотни людей. Представители исполнительной власти и депутатский корпус, общественные и молодежные организации, воины Бобруйского гарнизона и почетные граждане города. В руках цветы, как дань памяти героям, которые завоевали мир и независимость для нашей Родины. Центр торжественного митинга «Танк Т-34». Установленный на могиле генерал-майора Бориса Бахарова. У его подножия звучат песни. Рядом молодежь, которая держит в руках один из главных символов белорусской государственности – национальный флаг. Я благодарю всех наших жителей нашего города, гостей нашего города за их искренность, за их отношения и понимание, что именно своим трудом, своим учением мы можем сохранить этот мир. Крепкого здоровья всем, благополучия и, самое главное, уверенности в завтрашнем дне. С праздником, уважаемые бабручане! Мы обязаны сохранить память нашего великого народа-победителей, передать его будущим поколениям. Поэтому независимость – это самое ценное, что может быть у любой страны. И хранить независимость, хранить мирное небо над головой – священный долг каждого бабручанина. В 14 часов главной локации празднования становится площадка вблизи Бобруйской арены. Первый – флэш-моб «Я люблю Беларусь». Фигура в виде сердца, национальный флаг и, самое главное, светлые и настоящие эмоции, которые никого не оставляют равнодушными. Конкурс «Автоледи» продолжает праздничную программу. Змейка, диагональная парковка, заезд задним ходом в гараж – только некоторые из этапов. Десять прекрасных участниц борются за почетное звание и доказывают, что девушка за рулем – к счастью. Зачастую говорят, что девушка за рулем, девушка и автомобиль – это несовместимые понятия. Наш конкурс как раз-таки доказывает обратное, чему подтверждение дают сотрудники госавтоинспекции, инструкторы объединенной школы ТСАФ, потому что наши девушки на автодроме показывают очень высокие результаты, также на знание правил дорожного движения. Сегодня дома людей не застать, все здесь. Развлечения на любой вкус и цвет, как для детей, так и для взрослых. Выставки, фотозоны, игровые площадки – организации города постарались на славу, чтобы никому не было скучно. Веселая музыка, улыбки и памятные фотографии традиционно сопровождают День независимости. К вечеру децибел становится больше. Хит-парад диджеев в обручании и гости города принимают с особым энтузиазмом. Со сцены звучат известные треки со всех топ-чартов. На десерт – праздничный концерт, на сцене – лучшие творческие коллективы, в программе – всем знакомые песни о любимой Беларуси. Мне очень понравился сам концерт. Музыка молодежная, все весело и хорошо. Нету такой атмосферы, что много-много людей, тавка такая нету, как в Москве. И действительно, у нас в Москве по всем районам, но вот такому празднику. Как впечатления от сегодняшнего вечера? Хорошо. Диджеи выступали, очень понравилось. Молодежь, смотрю, вся зажигала около сцены. Хорошо. Центр города сейчас здесь, на Ледовом дворце. Люди отдыхают. Я надеюсь, что споют с удовольствием гимн нашей страны. Поэтому желаю всем здоровья и всех поздравляю с праздником. Днем независимости. Республики Беларусь. Финальный аккорд – акция «Споем гимн вместе». В унисон мы, белорусы, мирные люди. Поют тысячи бавручан. Неподдельная атмосфера народного единства. Сегодня мы должны быть благодарны героям, которые отстояли мир и свободу. Помнить и чтить великую историю победы. А самое главное – беречь и защищать суверенитет, чтобы передать будущему поколению такую же чистую и светлую Беларусь. Ведь День независимости – праздник, который объединяет всю страну. Это главная дата в календаре государства, символ суверенитета и гордости. Карина Гуревич, Андрей Богдан, Максим Галеонко. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин